Моя соседка ходит в Тафель. Я пока не хожу в Тафель, потому что я только недавно потеряла работу. У меня нет еще соответствующих документов о том, что я получаю социал. Вот, но скорее всего, конечно, мне придется ходить в Тафель. Мне не будет хватать этих денег. А моя соседка ходит. У нее трое детей, но они почему-то не все продукты едят. Допустим, они не едят салаты. Она приносит их мне. Вот такие прекрасные салаты. Вот, это она мне только что принесла из Тафеля. Вот такую моцареллу. Тоже сыры, а мне не едят. Сколько здесь? Вот, 800 грамм это брутто, 500 грамм это нетто. В общем, полкилограмма моцареллы. 17 грамм жира. То есть, она не жирная сильно. То есть, она даже мне подходит. И два вот таких салата. Давайте посмотрим срок годности. Куда смотреть? В общем, 310 грамм. Подходит для веганов. Значит, мне тоже подходит. Имеется в виду, здесь нет мяса. А я ем мясо. Просто я его ем. Куда смотреть срок годности? Кто знает? Сейчас. Вот, срок годности до 27, 10, 25. Сегодня 25, 10. То есть, он прекрасно еще годен. Очень хороший салат. Этот тоже до 27. Вам видно? До 27, 10. Прекрасный. Со свеклой. Это вообще чудо какое-то. И прелесть. В общем, я благодарна соседке. И я благодарна этой организации ТАФИ. За то, что вот есть такая организация. И благодарна всем магазинам, которые поставляют эту продукцию в ТАФИ. ТАФИ, которые передают. Вот видите, срок годности до 27. Это я показываю для тех людей, которые рассказывают, что в ТАФИ ли только просрочка. Даже если там товар просрочен на 1-2 дня, это ничего страшного. Еще 2 недели можно употреблять продукты после окончания срока годности. Конечно, салаты теряют свою свежесть. Они там завянут. Но, допустим, с моцареллой бы ничего не случилось. Сейчас, вот, а ну-ка, сколько моцарелла? Когда она, срок годности у нее? Вот, до 3-го, 11-го, 23-го. Вот, до 3-го ноября еще срок годности. Сегодня, напоминаю, 25-е октября. Я сейчас говорю, это для тех людей, которые ругану как бы хают. Которые недовольны. И рассказывают, что в ТАФИ ли все плохо. Нет, не плохо. Это реально помогает тем людям, которые попали в такие обстоятельства жизни. И которые пользуются этим ТАФИлем. И поверьте, лично я очень благодарна. И не только за себя. А, в принципе, за всех людей, которые имеют возможность пользоваться таким вот... Кстати, в нашем городе платит человек 1 евро и берет все продукты вот за 1 евро. Я знаю, что в некоторых городах там каждый продукт какую-то цену имеет. Но с какой-то скидкой. В нашем городе человек платит 1 евро. И в нашем городе работает ТАФИль раз в 2 недели. И в зависимости от того, сколько человек в семье, сколько персон, такое количество продуктов и дают. Это то, что принесла мне моя соседка. Те продукты, которые, ну, они не едят в семье. Она со мной всегда делится. Вот овощи они не едят. Сыры они не едят. Ну, некоторые фрукты даже не едят. Ну, вот. Это просто я вам хотела показать, что в Германии существует такая организация, как ТАФИль. И я очень благодарна за то, что есть эта организация. И такая система. Это социальная помощь. Это все налажено на уровне государства. И это прекрасно. Вот я открыла салаты, чтобы посмотреть, что здесь внутри. И вам показать. Вот сухарики вот такие нарезанные. Сыр маленькими кубиками. Здесь какие-то маленькие макаронные изделия. Я даже не знаю, как их правильно назвать. Салат разных сортов. Пакетик вот грецких орехов тоже туда добавлять. И соус. Кстати, соуса прям много. Это один салат. Вот этот вот. Вот этот вот салат. И второй салат со свеклой. Здесь вот свекла в баночке. Вот такой пластиковой отдельно. Это прям там внутри все стояло. Вот кусочек сыра. Вот такого тоже туда добавлять. Тоже много соуса. Я прямо здесь вижу зерна горчицы в соусе. Сам салат это кускус и зеленый салат. Это вот из свеклы. Моя соседка, она из Нигерии. У нас в доме живет 10 человек из разных стран мира. Из разных континентов вообще. У нас нет общего языка, только немецкий. Поэтому как знаем язык, так и общаемся. Но про свой хайм, про свое общежитие для беженцев я буду подробнее рассказывать в своих следующих видео. Поэтому не пропустите. Подписывайтесь на мой канал. А я с вами не прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока!